В Госдуме 19 октября в рамках партийных проектов «Единая Россия. Здоровое будущее» и «Народный контроль» состоялся круглый стол на тему «Скорая помощь. Как она есть?». Депутаты совместно с медиками и чиновниками здравоохранения поставили задачу выработать меры, которые позволят улучшить качество оказания неотложной медицинской помощи. Поводом для круглого стола стала смерть в возрасте 47 лет актера Дмитрия Марьянова, а также другие трагические случаи гибели людей, связанные с недостаточно оперативными действиями работников скорой. В рамках проекта «Народный контроль» вот уже три месяца активисты нашего проекта, участники нашего проекта буквально вместе с нашими врачами, с фельдшерами медицинской скорой помощи выезжают в составе бригад и выходят в дневные и ночные смены. Примеряют, что называется, рубашку на себя, рубашку как врача, так и пациента. И действительно мы констатируем, что сегодня ситуация достаточно наколена в этом сегменте системы здравоохранения. Депутаты подняли проблему непрофильных вызовов, отвлекающих внимание бригад скорой помощи и мешающих вовремя спасти жизнь тем, кто действительно находится в критическом состоянии. У работников скорой помощи, которые назначаются диспетчерами, есть довольно четкие критерии по очередности направления бригады в конкретную точку. Первое. Это общественное место, это ДТП, это улица, это ребенок. Диспетчер должен на основании своего опыта определить, ложный это вызов либо нет. Надо заключать договор между обществом и здравоохранением, что не надо на простую банальную температуру вызывать скорую помощь. Это так. Что есть случаи, которые действительно нуждаются в мгновенном прибытии. А когда критерии имеют не отсылочный даже характер, а на усмотрение, тогда и получаются такие ситуации. В конце концов, человек лишился работы, известнейшего актера, действительно талантливого человека, уже не вернешь. Главврач Московской клинической больницы номер 71 Александр Мясников обратил внимание на то, что ситуации, подобные той, в которой оказался известный актер, проходят регулярно. Первая проблема, что у нас скорая помощь выполняет функции лечения на дому. Нам, ну вот разве что больничные, не вызываем скорую помощь. На самом деле, по любому поводу, температура. Но я себе плохо представляю температуру, из-за которой надо вызывать скорую помощь. И если разобраться ко всем вызовам, куда они ездили, да я уверен, что там близко не было ничего срочного. Близко не было. Мы уже больше года занимаемся проблемами скорой помощи. Я имею в виду наш комитет по хранит здоровья на скорой. Много было вопросов по скорой помощи, которые касались защиты медицинских работников. Мы слушали дальше. Дальше. Не пропуск машины скорой помощи. Приняты уже определенные законодательные акты на эту тему. Скорая помощь требует серьезного внимания. В чем проблема скорой помощи? Это, прежде всего, транспорт. Есть большая проблема. Сейчас поступает обновление, и будет поступать еще. Но его недостаточно. Дальше. Оснащение скорой помощи. Очень большой вопрос. Кадры скорой помощи. Работа диспетчеров, которые служат первые контактеры с звонящим. С людьми надо разговаривать так, чтобы они понимали, что на той стороне провода идет огромное желание помочь. Раз. А второе. Огромное желание сделать это как можно быстрее.